А мы, блядь, мы фрики, у нас там, блядь, какой-то свой там этот смарт-кор, мы вообще над этим всем. Боль, там, с гречкой, там, и с какими-то там пасошами, или как там еще там называются, безумные команды сейчас там. Вы, типа, молодые сумасшедшие, мы старые сумасшедшие, нам всем весело, вам! Сашуля, Сашуля, подвинься, пожалуйста, вот с этого момента у нас краешку, сними. Отлично, следующий исполнитель «Отечественный», я думаю, что тебе, наверное, ближе будет уже группа «Седьмой раз». Вечное лето рисуют дети, я не хочу быть, я хочу быть вечной лето. Ой, вообще, прям... Сделали с ними эту рубрику, кстати. Ну, наверное, чем я старше становлюсь, тем я больше понимаю эту команду, реально. С Расичем наипрекраснейшие отношения с Сашей, я прям всегда, как говорится, ему кланяюсь и говорю прям «Ом!». Вообще, ну, то есть, тоже для меня очень такой знаковый персонаж в этой всей рок-тусе, да, российской, и знаковый в положительную сторону. То, что от их творчества я тоже очень многое подчеркнул, на самом деле, вот. А так как я, ну, как в юности, да, то есть, был таким, переболел всей этой волной гранжи, еще даже при жизни Курта Кобейна, что-то так вот, ну, как бы, вот, это давным-давно было. То, конечно, все эти вот аккорды, которые, на которые все это дело строится, они уже все, если они у тебя вошли в душу, они вообще никуда оттуда не деваются. То есть, ты автоматически там к ним уже будешь хорошо относиться, и вот наш концерт на нашествии, когда вот мы их крайний раз видели, я прям там вообще радовался, пел песни, и как-то мне было очень приятно. И Костя Кот, который у них гитарист, ну, тоже когда вот там человек, когда он там выступает, тоже там свои партии поют, это просто, конечно, космос, круто. То есть, все вместе, вот именно вот это вот ядро, как раз Кот, Растич, на пехоту, ребята, ну, наверное, скорее всего, для меня как больше, да, Кот, Кот и Растич, они прям вообще, ну, сильные для меня эмоции именно на концертах составляют. Какую песню ты выделил в седьмой раз? Мне вечный лес. Ну, я, как бы, сказал вечный лес, потому что я под нее там все-таки стоял в толпе и пел в этом, но там очень большое количество песни. Там одно время, там, нравилось там ЕА, например, вот та же самая, там, посвящена там какой-то вот несчастной любви, да, то есть, ну, какой-то под какие-то свои определенные настроения, вот. Но вечный лето что-то у меня вообще так прям зашло хорошо вот на нашествии, очень было приятно ее слушать, потому что там они сказали, что, типа, мы выражаем, если кто-то хочет выразить, да, там, свой протест в связи, там, с событиями на нашествии, то, типа, музыкант должен выйти и об этом сказать, типа, и сыграть, да. И, говорит, мы там, ну, не делаем каких-то, там, не встаем в позы, мы просто там играем свои песни, и там заиграли вот эту вот песню, там, Вечное лето, да, и это тоже прохручал, да, определенным образом манифест. Это было круто, потому что все стояли и пели, и это было как раз именно то, что мы даже пытались донести. Если ты против чего-то, то ты просто возьми, выступи, да, и не кричи об этом, может быть, а просто покажи своим творчеством. То есть даже не против чего-то, а за что ты, вот, как бы, как сказал Растич на сцене, он говорит, мы не против чего-то, мы за что-то. Это, как бы, такая штука, очень тоже важная, кстати, да, по, вот, своему как раз посылу, что ли. Вот, и сыграли эту песню, это был, конечно, прям, крутяк да мурашек. Отлично, группа «Психея». Ну, а что психи? Ну, тоже очень много с этим коллективом до какого-то определенного момента, ну, связывало, и мы с ними катались в туры, там, да, Смертьфест и все прочее. Но я, как помню, мы всегда тоже особняком достаточно стояли от них всех, то есть от их тусовки, потому что там тусовка более такая радикальная, что ли, более, не знаю, там, как сказать, отвязная, более какая-то такая вот. Ну, есть там, не знаю, там верхние чакры, что ли, и нижние, вот они как бы больше-то на таких низах. Все, вот. Мне немного это, конечно, так всегда, ну, то есть я так в отстранении этого всего дела держался. Они нам тоже очень сильно помогли в свое время, там, и в Питере, и везде, и их творчество тоже повлияло. Хотя последние их вещи я уже отношу, уже больше, там, к альбомам и все прочее, к какому-то уже арту, ну, то есть это уже какой-то, там, свой мир, в который хочешь лезь, хочешь не лезь. То есть я тоже, как бы, сейчас в данный момент на это все дело смотрю с стороны, есть ли там философия, там, в том, что писать, там, себе на руках, там, Бог ненавидит нас всех, там, и вечный. Ну, то есть, как человек видит, так он живет, и то, что он видит, то ему и прилетает в конечном итоге. Я не разделяю эти моменты, да, но могу сказать одно то, что если мы все каким-то образом назывались, там, модным, так называемым коммерческим андеграундом, да, то мы все себя ставили в какие-то определенные рамки. И мы сейчас прекрасно замечаем, что команды с той поры остаются все меньше и меньше, прям можно уже по пальцам перечитать, да. И психея в этом случае очень выгодно сделала, они такие, а мы, блядь, мы фрики, у нас там, блядь, какой-то свой, там, этот смарт-кор, мы вообще над этим всем. Ну, то есть, если, например, я думаю... Против всех они. Ну, там, или напротив всех, да, ну, вот такая тема. То есть, если, например, нашу команду, ну, странно представить на каком-нибудь фестивале, типа, там, боль, там, с гречкой, там, и с какими-то там, пасошами, или как там еще там называются, безумные, там, команды сейчас, там, то психея вообще легко. Они такие деды-фрики, им там уже, там, тоже лет, там, до хрена, но они прям с молодняком такие. Вы, типа, молодые сумасшедшие, мы старые сумасшедшие, нам всем весело, вааа, мы все умрем, весь мир умрем. Вы молодые сумасшедшие, у нас тоже татуировки на лице, да? Да, 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 и все дела, да, мы все начинали, а вот сейчас, ну, то есть, такая штука, как, ну, уже такая, над временем, то есть, невозможно отрицать их творчество, да, либо ты к нему относишься, либо ты к нему не относишься. Вот я, например, к творчеству вообще никак не отношусь, то есть, для меня это просто арт, то есть, это определенная какая-то артовая сторона музыки, да, там, какой-то, вот, там, не знаю, там, тяжелый и все прочее, потому что, например, там, я не знаю, почему, там, клипу между молотом... С тетенькой, да, можно относиться, как к какому-то, да, там, артовому порно, там, под какой-то нойз, то есть, это же, ну, то есть, невозможно назвать каким-то, ну, то есть, можно назвать это музыкальным произведением, но это можно собрать 10 тысяч таких этих высоколобых критиков, которые будут сидеть, а я вижу в этом то-то, а я вижу в этом все-то, ну, то есть, это уже вышло за рамки просто, как бы, музыкальной команды, мне кажется. Это уже просто вот такая вот, как бы, не знаю, там, волна течения, там, с их, там, этими, там, диджейс, килл-кил-килл, с их, там, этими феодоками, да, это уже вся какая-то вот такая вот бурлящая, как, не знаю, пьянале такой арт, вот, наверное, я так к ним больше отношусь. Если раньше я к ним относился только как к команде, которая, там, фигача, там, музыка, которую, там, да, там, нравится, там, вставляет, они, там, делают, там, свой вот этот вот, там, стиль, там, нам нравится, то сейчас это больше уже перешло в разряд именно искусства, вот, общего такого. Отлично. Вы как, еще не устали? Нет, нормально. Если у вас есть силы, мы просто записали бы на пару выпусков, потому что я в какой-то момент, ну, написал, что вот, будем делать рубрику с вот 7 штук баксов, и люди стали набрасывать всякие версии, и были довольно интересные. Поскольку у вас в творчестве присутствуют читочки, всегда были и есть, поэтому группа «Анакондус». Мама, я люблю кокаин, мама, я люблю сатану, мама, я некрофил, мама, я предал страну, мама, я люблю платить деньги наши. Хорошая группа, забавная группа, интересная группа, яркие представители своего жанра. Какого? Это вот рэп. Паузерн, паузерн. Паузерн. В общем, рэп-рок с живой музыкой, причем на последних альбомах они там вставляют тяжеляк, за что респект и уважуха, так что, в общем, вот. Окей, я смотрел ролик вчера, вы какой-то стримчик небольшой делали с «Нашествия», и там был как раз момент, когда группа «Грамок» выступала на сцене, и ты тоже тепло от них отзывался. Как и получилось, как и получилось, как говорил я вам. О, да, конечно, это тоже вот группа «Грамок», тоже яркие представители именно такого артового, да, ну, то есть арта. Это из разряда уже над, мне кажется, музыкой, над какими-то течениями, то есть выходит такой человек там с бровями, говорит, «Сашуля, Сашуля, подвинься, пожалуйста, вот с этого момента у нас краешку сними. Дорогие наши зрители, спасибо, что вы нас пригласили, и вот мы сейчас для вас тут споем песни». То есть это такой тоже, как Бартовый, такой стёпл сквозь, ну, то есть с каким-то по... Ну, возможно, то есть это вот, как говорится, реакция, реакция на время определенное, да, это реакция на какие-то события, да, это реакция на целиком класс какой-то культуры, которые нас там советско-новорусско и вот эти вот все, и из-за этого, да, вот такая вот ирония, которая сквозит сквозь этого, мы любим, с Иваном ироничные коллективы, он тут даже нашёл пальто себе в магазине, на котором он пойдёт, на группу «Грамыка». Нас очень радуют именно такие ироничные, которые можно вот расширить свой кругозор, вот так вот, наверное, можно сказать. Ну, они крутые, конечно, и на сцене, они там со всякими этими ретро-делами, вот, вот, прекрасные. Давай покажем в камеру. Показывай в камеру. Попробуй воротничок из-за респектурального бобра, естественно. Вот, а так как я всю эту ретро-тему очень люблю и всякие эти инструментики, всё прочее, я с удовольствием их послушал, кефанул, и да, и они потом там написали тоже респект, говорит, хорошо, там поорали, приятно, и они нас, значит, слушали, великолепно. Они такие похожи, как будто они какие-то работники МИДа, времён, там, как он, 78-го, например, года, там, не знаю, там, 79-го, вот это вот тоже прикольно. Ну, то есть, кто это вот, да, тоненькую вот эту вот грань понимает, вообще это прям вот кайфы, прям кайфы. Интересно, а как люди к этому относятся, которые... Как немножко для фрау Мюллер, например, ну, это как бы больше электронный, но вот что-то вот-вот-вот-вот-вот-вот. Как молодая, молодая публика к этому относится. То есть, люди взрослые, они такие понимают, это отсылки все, а люди, которым, допустим, 18 лет, как они вообще? Не знаю, почему нет. А там устраивали мош под них какой-то, там, какие-то пьяные, толстые, мошки-бродатые. Они же немного на Bloodhound Gang даже похожи, вот у них гитарки вот эти, с глушкой. Чем? На того? На Bloodhound Gang. На Bloodhound Gang? Ну, немножко, ну, чуть-чуть, да, там есть же вот это за Roof и Zone Fire. Ну, ты прям сказал, Bloodhound Insect, мы, да-да, парткор, мы это назвали. Отлично, ну, вернемся к читочкам, но из MC у нее не так давно выходил, как это называется, опера, рэп-опера, прям целая... Хип-хоп, хип-хопера. Да, хип-хопера, да. Хип-хопера, я что-то не это, я не слышал. Хип-хопер, я только песню за главную слышал. Тоже до меня не дошла, мне очень нравилось все, что было вот раньше почему-то вот. Я помню, у него, он же такой, ну, очень крутой, мудрый, ну, такой прошаренный же человек, то есть, ну, иначе бы он, наверное, ну, как бы и вообще не вылез, и сам по себе он такой, вещь себе, да, такая коробочка. Потому что, сколько мы с ними не общались, то есть, прям вот человек, прям такой сканер такой, он сидит, и прям, у него прям, у него нет ни одного прям лишнего движения, он постоянно находится в каком-то сканировании, в поиске чего-то, то есть, он прям вот, ну, целиком человек погружен на то, что креативить постоянно, прям вот каждую секунду. И у него как раз была в одном из, в одной из песен такая фраза, типа, когда-то я там, типа, буду старый, буду сидеть цинично, типа, выбирать биты, подбирать там фразы, там, тексты, все прочее. Ну, то есть, он так себя простебал, типа, когда-нибудь обязательно это время наступит, когда я буду, ну, все делать не из-за того, что, типа, вот, прям там, как-то сильно там прет, или еще что-нибудь, а просто, потому что, ну, у меня вот такая стезя. Такой вот, как бы, бизнес идет, он и продвигается, и мы будем делать вот такие-такие-то вещи. Наверное, сейчас у него уже больше к такому осознанному, четкому бизнес-плану, да, к такому четкому построению своего творчества и все проще именно в таком контексте. Ну, мне кажется, просто тоже и, как бы, может быть, чуть-чуть немного у меня лично, вот, как бы, немного времени прошло такой музыки. Я бы, наверное, нормально воспринял их дальнейшее творчество, просто я стал слушать другую музыку, да, вот, и все. Вот, а так, ну, раньше мне очень нравилось то, что ты делал, потому что это было прям вообще из ряда вон в свое время. Да, 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 когда вообще мир, там, как-то у него там было, грубо, там, достойное внимание, типа, называлось, когда там, 200 лет назад из Белгорода, там, какие-то диски там привозили, да, это вообще оказалось просто вышаком. А он, оказывается, там, писал там в свое время, типа, ребят, давайте мы с вами там фиты будем там устраивать, какого-то там, 90, там, не знаю, там, в девятом году, вот, еще там, на мейл, там, нашим, мол, Юрий, ну, он какие-то такие тексты представил, странные, что я что-то, ну, блин, фиг знает, как-то. Надо было видео прислать, вот тогда бы мы охренели бы. Ну, может быть, но это, ну, тебя еще не было в проекте, дорогой в проекте, да. Ну, сегодня вы, кстати, играете в Стигматы, а Вова барабанщик, он как раз-таки у нас. Да, 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 я тоже видел про контакты. И мы приходили, я приходил на Стигматы тогда тоже в свое время, у нас в Нижнем, когда они играли, тоже всех очень любим, уважаем. Ну, имеется в виду то, что Ваня Нойс, это один из величайших, конечно, современностей исполнения, ну, то есть, как бы сказать, ну, персон вот этого сего, как бы, шоу-бизнеса, и то, что он своими мозгами, да, то есть, ну, и при поддержке, и своим обаянием. Ну, потому что же невозможно кого-то поддерживать без какой-то, да, без какого-то фидбэка. Ну, то есть, если там помогли ему хорошие люди, да, подняли его на какие-то фидбэки, они все равно в нем какую-то вот эту вот его крупицу, его зерно нашли, да, его вот эту вот звезду, без этого же тоже невозможно. И вот благодаря этому всему он и... Хотя мы сколько, как бы, ну, мнения о нем различные, противоречивые, от плохого до хорошего. Человек, ну, как он идет, у него своя дорога, и кого он как задевает, так и задевает, идет таким путем. У нас сложилось так, что две песни, ну, совместно даже на одном альбоме так получилось, что две песни вышло, что очень-очень даже, по-моему, круто получилось. Мы очень рады, и сам процесс прикольный был, создание этих песен, и песни сами вроде неплохие получились такие. Да-да-да, ему за это огромное спасибо. Огромное ему спасибо за это. Да, и следующая группа, сейчас я буквально вот пока ехал сюда, написал тоже в Инстаграме о том, что мы будем с вами общаться, и у вас когда-то тоже были дудки, вот, и мне написал Саша Челси, типа, спроси про Плашфиш, я не знаю, вы можете что-то про Плашфиш сказать? Общение с группой 7 штукбаксов получилось настолько насыщенным и содержательным, что в избежание передозы рубрику 8 рандомных групп с ними мы решили разбить аж на 3 выпуска. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить третью часть. Ну, и если кто-то еще не видел первый выпуск, ссылка на него будет в описании. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну, и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Спасибо.